Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории республики расширяет свое присутствие в районах. Компания ТНС «Энергомарел» открыла новый офис обслуживания в Сернуре. Главное, что тревожит энергетиков за должность за поставки электроэнергии со стороны потребителей. О принимаемых мерах по борьбе с неплательщиками и не только поговорим напрямую с управляющим директором компании ТНС «Энергомарел» Екатериной Вахитовой. Екатерина Динаровна, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас в «Марел» продолжается активная реализация проекта по внедрению единой квитанции. То есть все потребители в будущее могут получать всего одну квитанцию абсолютно за все услуги ЖКХ. Участвует ли в этом проекте компания ТНС «Энергомарел»? Я бы не стала спешить с выводом, что один документ на сегодня в действующей законодательной базе может заменить собой все платежные документы. Безусловно, все к этому стремятся, но необходимы изменения, в том числе нормативные базы. Это очень важно. С точки зрения клиента, да, наверное, это благо, но наслышано о том, что зачастую в каждом документе клиентам достаточно сложно разобраться. То есть требуется поддержка специалистов. В то же самое время законодатель на нас, как ресурсоснабжающая организация, накладывает тоже свои обязательства по той информации, которая должна быть представлена и размещена на квитанциях. И, насколько мне известно, с точки зрения ресурсоснабжающих организаций, эта информация разная. Соответственно, инициатива с объединением счетов, она, в принципе, очень интересна. Насколько она долговечна, покажет время. Как известно, любой бюджет тянут вниз должники. Как сейчас обстоит ситуация с задолженностью за электроэнергию? И какие меры, принимаемые по работе с неплательщиками, приносят наибольший эффект? Ситуация с долгами, она традиционно тяжелая. Я на протяжении последних наших бесед другой информации не заявляла и не говорила. То есть на сегодня все потребители республики должны в адрес нашей компании порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Тем самым можно говорить, что наша компания кредитует экономику республику примерно на эту сумму денежных средств. Из этих денег порядка 250 миллионов должны суммарно население и управляющие компании. Да, безусловно, мы постоянно работаем над этой проблемой, мы ей очень озабочены, потому что хорошая платежная дисциплина в наш адрес означает хорошую платежную дисциплину нас в отношении наших поставщиков и при оплате на оптовый рынок. Конечно, одной из самых действенных мер, к сожалению, является ограничение потребления электрической энергии. Приходится нам часто идти и на эти меры. В том числе, да, мы работаем со службой судебных приставов и ограничиваем наших самых крупных должников в их отпусках, может быть, где-то даже командировках и так далее. На самом деле, пользуясь случаем, я призываю наших клиентов платить вовремя, а в случае возникновения каких-то проблем, обращайтесь, пожалуйста, в нашу компанию. Мы постараемся найти какой-то взаимоприемлемый, взаимовыгодный способ решения. Но если потребители затягивают до суда, затягивают до получения нами исполнительных документов, то тут, конечно, диалог уже, к сожалению, невозможен. Удивительно, но несмотря на столь внушительный размер задолженности, компания ТНС «Энерго Мариэл» удается изыскивать средства для того, чтобы реализовывать социальные и культурные проекты. Достаточно вспомнить громкий июньский балет «Ромео и Джульетта», который прошел в архитектурном ансамбле «Замка Шереметьево» в поселке Юрино. Будете ли вы продолжать в дальнейшем реализацию подобных государственно-частных проектов? Фестиваль летний сезон, он знаковый не только для региона, он знаковый еще для нашей компании. Мы первый раз поддержали фестиваль, и вот уже на протяжении последних шести лет являемся, надеюсь, активным его партнером. Нынешняя постановка в Юрино для нас имела очень большое значение. Мы выступили не только партнером, но имели потрясающую возможность пригласить на это мероприятие наших клиентов. В сентябре этого года являемся партнером гастролей Московского драматического театра имени Пушкина. Мероприятие проходит при нашей поддержке, чем, честно говоря, очень гордимся, потому что не раз и много говорили о своей социальной роли, о социальной ответственности бизнеса и так далее. Екатерина Динаровна, спасибо вам большое за разъяснение и до свидания. Спасибо, до свидания.